саламу алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по арабскому языку по учебнику мобда ул киро и сегодня мы с вами иншалла пройдем 16 урок второй части данного учебника вот здесь написано аддарсу садису но должно быть садиса то есть аддарсу садиса ашара то есть шестнадцатый урок и тема или название нашего урока ассобий юл лави юхиббул лаиба мальчик который любил играть играть здесь не будем переводить глагол юхибу любит а любил как всегда к этому уроку есть подготовительные слова я их вордовском документе приготовил чуть позже покажу пока прощаю слова переведу а потом прочитаю текст и также его иншалла переведу итак у нас первое слово лейта лейта переводится если бы лейтани лейтани если бы я если бы я возлюм пряжа возлюм пряжа кай кай чтобы каяк туба каяк туба чтобы он написал чтобы он написал чтобы он написал за хрун за хрун цветы шамм 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 воск шаккун шаккун сомнение беля шаккин беля шаккин без сомнения камера айта камера айта как ты увидел или можно перевести как ты видишь минкар он минкар он клюв а ужин а ужин гнездо робдун робдун лежать или лежание есть так тоже можно сказать софи ирун софи ирун софи ирун свист интриле он интриле он уход в смысле уходить но не надо переводить как глагол поэтому я перевел как уход и спасение слова иван иван тогда теперь это же слова вот в ордовском документе лейта если бы лейтани если бы я возлюм пряжа кай чтобы каяк туба чтобы написал он имеется ввиду за хрун цветы шамм воск шаккун сомнение беля шаккин без сомнения камера айта как ты увидел минкар он клюв а ужин гнездо робдун лежать софирун свист интриле он уход иван тогда теперь что касается текста собий юн арсалет ху омму ху илэль мадраса ти собий юн арсалет ху омму ху илэль мадраса ти мальчика отправила его его мама в школу или мама отправила мальчика в школу во бима аннаху юхиббул лаиба кафеер он арсалет ма аху ухта ху литу сила ху илэль мадраса ти во таржиа во бима аннаху юхиббул лаиба кафеер он арсалет ма аху ухта ху литу сила ху илэль мадраса ти во таржиа во бима аннаху переводится так как он то есть мальчик и так как он любил игру очень или будем переводить и так как он очень любил играть отправила то есть мама его мама его отправила вместе с ним его сестру чтобы она до основной период довела его но мы будем переводить чтобы она привела его в школу и вернулась домой и так как он мальчик очень любил играть мама его отправила вместе с ним его сестру чтобы она привела его в школу и вернулась то есть имеется ввиду вернулась домой обратно и когда они шли они дашли до большого дерева и когда они шли они дашли до большого дерева и мальчик захотел сесть под дерево и мальчик захотел сесть под деревом ва каала я лайтана набака хуна ва ла на зхаба илэль мадраса ти ва каала я лайтана набака хуна ва ла на зхаба илэль мадраса ти и сказал о если бы мы остались здесь и не пошли в школу и сказал о если бы мы на вот это мы о если бы мы остались здесь и не пошли в школу от ухтугу ла лай и саньди виктун лиля иби около от ухтугу ля лей саньди виктун лиля иби сказала его сестра или его сестра сказала нет лей саньди буктун то есть у меня нет времени для игры Его сестра сказала нет, у меня нет времени для игры. فبعد أن أوصلك إلى المدرسة ينبغي أن أرجع وأنزل إلى السوق وأشتري لأمي صوفا وغزلا لكي نشتغل ونعيش. فبعد أن أوصلك إلى المدرسة ينبغي أن أرجع وأنزل إلى السوق وأشتري لأمي صوفا وغزلا لكي نشتغل ونعيش. فبعد أن بعد أن أوصلك إلى المدرسة ينبغي أن أرجع وأنزل إلى السوق وأشتري لأمي صوفا وغزلا لأمي صفا وغزلا لأمي صوفا وغزلا لأمي صوفا чтобы мы работали в наиша и жили, или чтобы зарабатывали на жизнь. И после того, как я приведу тебя в школу, мне следует вернуться, сходить на рынок и купить маме шерсть и пряжу, чтобы мы зарабатывали на жизнь. Затем мальчик увидел, то есть находясь в пути нахлатан пчелу, которая летала из одного цветка в другой, или на другой. Затем мальчик увидел, находясь в пути, пчелу, которая летала из одного цветка на другой. И сказал, то есть мальчик сказал, увидев пчелу, и сказал, «О, если бы я был безработным или беззаботным, подобно этой пчеле». То есть ей не надо учиться этой пчеле. И тогда сказала его сестра, «Я, брат мой, ты ошибаешься?» И тогда сказала его сестра, «Брат мой, ты ошибаешься?» «Аннахлату лейсат биду ни шуглин, баль таджмау асалан ва шам'ан истиидадан ли айями шчитаи». «Пчела лейсат не является биду ни шуглин безработной или беззаботной, но она таджмау, она собирает асалан, мед, ва шам'ан и воск, истиидадан, подготавливаясь к зимним дням или к зиме». То есть тем самым она готовится к зиме. Пчела не является безработной, но она собирает мед и воск и готовится к зиме. «И после того, как они прошлись немного, они увидели воробья». «И после того, как они прошлись немного, они увидели воробья». «Фа кала, била шаккин хаазал асфуру лейсал аху шуглин». «Фа кала, била шаккин хаазал асфуру лейсал аху шуглин». «Тогда мальчик сказал, вне всякого сомнения или просто без сомнения хаазал асфуру и этот воробей лейсал аху шуглин не имеет никакую заботу или не имеет работу». То есть этому воробью не надо работать. «Я лейтани кунту мисляху». «Я лейтани кунту мисляху». «О, если бы я был подобно ему». Или «О, если бы я был похож на него». То есть на воробья и не имел никакую заботу. «Фа калат леху ухтуху лейсал асфуру биду не шуглин кама зонанта я ахи». «Фа калат леху ухтуху лейсал асфуру биду не шуглин кама зонанта я ахи». «И тогда сказала ему его сестра, я ахи, брат мой, воробей не является безработным или беззаботным, как ты полагаешь». «Я ахи, брат мой, воробей не является безработным, как ты полагаешь». «Ала таро, аннаху хамилун фи минкарихи хашишан ли ябния ушшаху». «Ала таро, аннаху хамилун фи минкарихи хашишан ли ябния ушшаху». «Ала таро, разве ты не видишь, что он несет в своем клюве палочку, чтобы построить свое гнездо или себе гнездо?» «Разве ты не видишь, что он, то есть что воробей несет в своем клюве хашиш, вообще до основного перевода, сено». «Но мы будем переводить это как палочку, что он несет в своем клюве палочку, чтобы построить ей, этой палочкой, себе гнездо или свое гнездо». «И после того, как мальчик прощался немного, он увидел лежащую собаку на краю дороги или на дороге». «И после того, как мальчик немножко прощался, он увидел лежащую собаку на дороге или вдоль дороги». «И тогда сказал он своей сестре, оставь меня, я поиграю с собакой». Или же можно перевести «И сказал своей сестре, оставь меня, чтобы я поиграл с собакой». «Иннаху лейса лэху шуглун». «Иннаху лейса лэху шуглун». «Вама атамма с собию هذه л калимати, хатта сэмиа инсанан ясферу лил калби». «Иннаху лейса лэху шуглун». Я бы вот здесь точку поставил. То есть «у нее нет работы» или «у нее нет заботы». «У нее», в смысле «у собаки». «Вама атамма с собию هذه л калимати, хатта сэмиа инсана ясферу лил калби». «И не успел закончить мальчик эти свои слова, хатта как он услышал человека, который свистнул к собаке». «И мальчик не успел закончить свои слова, как он услышал, что человек позвал собаку, свистнув ей». «Фа каома л калбу ва таваджиха нахваху». «И тогда собака встала и пошла в сторону того человека или направила в сторону него». «И собака встала и направила в сторону него, в сторону того человека, который ей свистнул». «И тогда собака и тот человек вместе пошли на лес или в лес, чтобы охотиться». «И тогда они вместе пошли в лес, чтобы охотиться». «И когда мальчик увидел что?» «Пчела, воробей, собака, ликуллин. Все они имеют работу или заботу». «То есть они что-то важное делают». «Ямалу, вот они делают». «Кала сказал». «И тогда я пойду, схожу в школу». «И после того, как вернусь домой, я попрошу у мамы время, чтобы поиграть в это время со своими друзьями». «И когда мальчик увидел, что пчела, воробей, собака, все они ликуллин, то есть все они имеют работу или заботу, которую они выполняют, сказал, «Тогда сейчас я пойду в школу и после того, как вернусь домой, я попрошу мамы времени или время, чтобы поиграть в это время со своими друзьями». Надеюсь, что здесь все было понятно. Если что-то было непонятно или какие-то у вас вопросы есть, спрашивайте в комментариях, с удовольствием вам отвечу. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube канал, ставьте лайки и расскажите, пожалуйста, про мой YouTube канал своим близким, друзьям, родным. Всем вам доброго здоровья, до новых встреч, ассаляму алейкум.